Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Предметом сегодняшнего разговора мы избрали биологический микроскоп Сигета МБ-113. Это еще одна из моделей учебного микроскопа, которая предоставляет достаточно большие возможности за невысокую цену. Если Вы или Ваш ребенок избрали микробиологию в качестве своего хобби, эта модель сделает Ваше хобби еще и доступным. Микроскоп поставляется в обычной картонной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор, во время транспортировки. В комплект поставки входит, естественно, сам микроскоп, десятикратный окуляр, элементы питания, руководство пользователя на русском языке и еще одна небольшая картонная коробка, с содержимым которой мы сейчас и познакомимся. Заглянув в небольшую картонную коробочку, мы обнаружили два пластиковых контейнера. В одном из них находится 5 готовых препаратов, в другом чистые предметные и покровные стекла для приготовления собственных препаратов. Кроме того, имеется набор инструментов и материалов. А именно, два флакона с красителем красного и синего цвета, чашка Петри, пинцет, пробирка, пипетка, игла, две деревянные палочки и наклейки для подписи самостоятельно приготовленных препаратов. И, конечно же, пылезащитный чехол. Как было сказано, данная модель микроскопа комплектуется широкоугольным десятикратным окуляром. Оптические элементы окуляра заключены в пластиковом корпусе. Просветление на оптических элементах отсутствует. Окулярный узел микроскопа имеет удобный наклон. Заглянув внутрь окулярной трубки, можно заметить, что она имеет глянцевое чернение, вследствие чего присутствуют блики от ее боковой поверхности. Три простых ахроматических объектива кратностью 4, 10 и 40 установлены в револьверную головку. Поворотом головки до характерного щелчка осуществляется смена объективов и, как следствие, увеличение микроскопа. Объективы съемные, но не сменные. Их посадочный диаметр отличается от посадочного диаметра объективов взрослых микроскопов. Поэтому заменить их на более совершенные не представляется возможным. Максимальное увеличение микроскопа 400 крат. Однако при необходимости этот предел можно расширить до 640 и даже 800 крат. Для этого можно докупить соответственно 16 или 20-ти кратный окуляр. Обратим внимание, что эта модель микроскопа оснащена двумя модулями освещения верхним и нижним. Нижний модуль позволяет наблюдать прозрачные микробиологические образцы. Верхний модуль служит для освещения непрозрачных образцов. Заметим, что наблюдение в отраженном свете возможно только с 4-х и 10-ти кратным объективами. Данная модель оборудована предметным столиком 90 на 90 мм, с обратной стороны которого установлено колесо диафрагм для настройки яркости нижнего модуля освещения. Заметим, что колесо диафрагм является единственным средством изменения яркости нижнего модуля освещения. Яркость верхнего модуля освещения регулировки не имеет вовсе. В отличие от старших моделей, предметный столик не оборудован микрометрическими суппортами для плавного перемещения микропрепарата. Микропрепарат фиксируется двумя подпружиненными лапками и перемещать его по предметному столику в поисках интересующего участка придется вручную. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика вверх или вниз при помощи двух ручек, расположенных слева и справа на корпусе микроскопа. Вращение ручек тугое, но вместе с тем плавное и трудностей с настройкой резкости не возникает даже на большом увеличении. С тыльной стороны основания микроскопа есть трехпозиционный тумблер для включения и выключения подсветки. В среднем положении, отмеченном ноликом, подсветка выключена. В положении 1 включена нижняя подсветка. В положении 2 включена верхняя подсветка. Смешанный режим подсветки не предусмотрен. Питание светодиодов осуществляется от трех батареек или аккумуляторов типа размера АА. Отсек для их установки располагается в нижней части основания микроскопа. Корпус микроскопа выполнен из пластика. Пластик очень прочный и при бережном отношении микроскоп прослужит не один год. Во время тестирования микроскоп показал очень достойные результаты на всем диапазоне увеличения. В качестве первого образца мы посмотрели анатомический срез стебля сосны на разных увеличениях. Очень интересно смотрится группа одноклеточных организмов инфузория туфелька. На 400-кратном увеличении микроскоп показал внутреннее строение инфузории. Интересно посмотреть на мелких насекомых, таких как муравей. На увеличении 40-крат он полностью помещается в поле зрения. А вот на увеличении 400-крат его можно рассмотреть в мельчайших подробностях. В качестве образцов для наблюдений в отраженном свете мы взяли кристаллы сахара. Обратите внимание, что такого плана образцы лучше наблюдать на темном фоне. Так выглядит фрагмент денежной купюры. Фрагмент 10-копеечной монеты. Спичечная головка. Вот так выглядит след от обыкновенной авторучки на бумаге для заметок. Изделие из металла. Обыкновенная металлическая шайба. Поверхность латунной гайки. Как видно, микроскоп позволяет рассмотреть все дефекты их поверхностей, которые глазом практически незаметны. Подводя итог, можем сказать, что качество исполнения и качество картинки оставили положительное впечатление. Возможность наблюдения в отраженном свете значительно расширяет возможности. Образцы для этих наблюдений можно найти на каждом шагу. Пластиковый корпус и отсутствие микрометрических суппортов вполне компенсируется невысокой ценой. Несколько огорчило отсутствие регулярного регулировки яркости подсветки. На увеличении в 40 крат она все же избыточна и колесо диафрагм не решает этой проблемы. Но несмотря на это микроскоп Sigetta MB-113 заслуживает того, чтобы занять свое место в домашней или учебной лаборатории. Уверены, что любознательный ребенок, да и взрослый, получит массу положительных впечатлений от общения с этим прибором. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.